Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать вторую Шавуа Тов. Шавуа Тов это хорошая неделя. Хорошая неделя. И я провожу сегодня последний урок из Киева. И перелетаю в город Москва. В город Москва. Буду в ближайшие дни в Москве. И жизнь такая, да? То есть мы живем в удивительное время, когда можно вот так вот просто за буквально неделю поменять несколько стран. Туда слетать, сюда слетать. Удивительно. Даже я думаю те, кто жили 200-300 лет назад, 100 лет назад, они даже в самых своих смелых предположениях не могли представить, как будет разворачиваться жизнь в ближайшее время. Значит, сегодня мы находимся в последней недельной глава Торы. Вот мы заканчиваем главу Зот Абраха. И это благословение, да? Мы заканчиваем вот эту вот главу. И начинаем главу Берешит. Берешит это в начале. Начинаем новый цикл чтения Торы. И начинается вот реально сейчас это было как завершение старого цикла. Завершили мы все. И начинается обнуление. Полный новый цикл. Новый год. Вот сейчас начинается реально новый год. И время призадуматься. Я сегодня даже призадумался так конкретно. Вот нужно очень тяжело человеку жить в состоянии сомнения. Прям самая тяжелая работа это сомневаться. Яков Шатадин. Шалом. Хак Самеах. Значит самая тяжелая работа для человека жить в состоянии сомнения. Потому что мозг он тратит много времени. Сомнения вызывают стресс. То есть когда человек сомневается или да или нет или так или так это это очень тяжелый способ жизни. Поэтому поэтому да очень важно войти в новый год с четким понятным решением что ты будешь делать как ты будешь делать. и конечно здесь самый простой способ самый простой способ это войти в систему и жить по системе это самый простой способ потому что тогда у тебя снимаются множество вопросов очень много вопросов снимается да если ты живешь по какой-то системе по ритуалам да вот есть ритуалы то тогда у тебя снимаются вопросы что делать обычно человек который с утра просыпается он думает так что же мне делать вставать не вставать но если у него есть уже ритуал он должен вставать у него нет вопроса вставать не вставать он встает дальше делать зарядку не делать если он начинает колебаться ушло время ушло энергию ушла сила или он делает да просто делает это как ритуал и так во всем жизни поэтому конечно жизнь поторе она она намного удобнее у максима умер дедушка пожалуйста посвятить урок для поднятия души до максим конечно перенчу чтобы говорят когда кто-то умирает барух даяны мэтт то есть благословен судья истины мы таким образом сразу вспоминаем что всевышний каждому выделил свой срок каждому выделил свое свой жизненный путь на этом жизненном пути каждый проходит и собирает собирают баллы как бриллианты собирают баллы и если он воспитал хороших детей внуков которые потом просят чтобы для поднятия души дедушки был урок тора максимум на все уроки торы ходит и поэтому конечно у него есть уже внутренняя и заслуга и может я бы не отреагировал на максим ходит уже годы на этот урок я очень хорошо помню знаю хорошо и конечно максим своими заслугами передает дедушке эту силу то есть получается дедушка пройдя жизненный путь он не только собрал какие-то добрые дела баллы и так далее с чем он сейчас придет на небо но он еще оставил здесь максима который сейчас продолжает дедушки баллы добавляет туда до духовную силу хорошо значит мы живем в изучаем вот эту вот концепцию торы то есть мы изучаем тору которую всевышний дал еврейскому народу на горе синаи через машер обе но пророка и мы изучаем то тору который еврейский народ принял на горе синаи поклялся сказал на севанишма сделаем потом будем слушать даже что там и мы изучаем тору для того чтобы понять что всевышний от нас хочет и начать это делать начать это делать и тем самым в принципе выполнить предназначение то ради чего человек пришел в этот мир он пришел в этот мир для того чтобы выполнять заповеди всевышнего то есть всевышний так создал мир чтобы человек придя в этот мир узнал что бог от него хочет и сделал это и таким образом заработал себе вечную связь со всевышним что в в принципе, являются единственной целью существования этого мира. На Асэвани Шма, правильно, сделаем, потом будем разбираться. Сегодня я хотел поэтому поговорить о том, значит, что делать в ближайшие дни. Сейчас мы находимся как раз в завершении вот этого времени, праздник Суккот. Время нашей радости называется это время, эта неделя называется Зман Симхатейну. И мы сейчас приближаемся к окончанию этой недели. Вот осталось нам буквально, всего ничего, да, осталось нам, вот сегодня у нас, например, какое число? Сегодня у нас 25 число, 19 Тишрея, нет, это было вчера. Сегодня 26 сентября, 20 Тишрея, значит, завтра у нас называется День Ошана Раба. Сейчас я расскажу, что это за день Ошана Раба, что надо делать. И вечером завтра заходит праздник, который называется Шмини Ацерет. Уже Суккот закончился, Шмини Ацерет, восьмой день, это уже все. Это уже новый праздник, который как бы Шмини Ацерет, восьмой день остановка, все. Закончился самый уникальный период вообще в году, который у нас был, который длился от Рошашана, Новый год, до окончания праздника Суккот. И вот последний день Шмини Ацерет, восьмой день остановка, бах, и мы заходим в новый цикл. Все, начинается новый цикл, зимний такой, зимний, дождливый, холодный цикл, который предназначен для длинной такой работы над собой, для выстраивания себя, именно для работы. Хорошо, теперь дальше. Дальше, значит, что мы делаем? Завтра у нас день, который, сегодня вечером он начинается, день Ошана Раба. Переводится это слово Ошана Раба. Ошана это спаси, Раба это большое спасение, день большого спасения. Мы сейчас заходим в день большого спасения. Значит, во время всего праздника Суккот, в конце молитвы, утренней молитвы, вместе с этими растениями, вот мои, видите, растения, я сейчас как раз с молитвы пришел, вот они у меня, эти растения. Все всеногоди ходят по кругу, есть такой, я вам покажу сейчас свой итрок, как раз у меня вот такой вот итрок, очень красивый у меня итрок, вот он, показываю. Вот он, мой итрок, видите, у меня такая эргономичная форма, удобно держать, это итрок такой, особенный, и, значит, вот так вот с этим итрогом и с еще тремя видами растений, вместе четыре вида растений, все ходят вокруг, все ходят вокруг Бима, Бима это где читают Тору, и, значит, говорят Ошана, Ошана спаси нас, дословно переводится слово Ошана спаси нас, и произносят малопонятные каббалистические тексты, главный мотив, главный месседж в которых это спаси нас. Мы просим Всевышнего, чтобы он нас спасал в любых ситуациях, когда мы выруливаем не туда, а мы часто выруливать не туда, то есть ты хочешь принять какое-то решение, и ты все думаешь, думаешь. А люди, я смотрю, вот реально, я сейчас в Киеве, там, очень большая конкуренция, то есть есть люди, которые, их смысл жизни, это забрать у других людей что-то, забрать, победить, обогнать и так далее. И когда ты включаешься в эти вот гонки, то ты можешь куда-то не туда зарулить, причем люди иногда заруливают совершенно не туда, да, бывает, человек куда-то зарулит и думает, господи, зачем я сюда влез вообще, в этот конфликт, скандал, суд, там и так далее. И во всех этих моментах изнутри рвется такой крик Ошана, спаси меня, да, мы обращаемся ко Всевышнему и говорим, вырули, помоги вырулить, я не туда зашел, помоги. Теперь, значит, это все мы ходим в суккот после утренней молитвы по кругу один раз и говорим эти Ошана, и завтра начинается, сегодня вечером, начинается Ошана Раба. Мы ходим много, долго ходим по вот этому вот по кругу, произносим все эти тексты, но там есть одна вещь, которая нам очень сильно, да, доброе утро, которая нам очень сильно может помочь. Там есть такой текст Ошана, а не ВУ. Ошана, спаси нас, я и Бог. Прям такой текст, я и Бог, значит, и мы в этот момент, вот эта фраза, она очень принципиально важна для каждого. Потому что, когда мы говорим Всевышнему, спаси меня, то мы забываем о том, что, а кто заехал не туда, кто зашел не туда, на ком ответственность, что тебя сейчас надо спасать. Обычно человек, он забывает, что каждый день мы принимаем десятки и десятки решений, в итоге из всех этих ежедневных решений, вот десятков решений, складывается жизнь. Ты принимаешь решения с утра, в обед, вечером, во сколько лечь спать, во сколько проснуться, что сказать, как посмотреть, как отреагировать и так далее. И все вот эти решения, они в итоге тебя приводят в какую-то ситуацию. И когда ты потом просишь из этой ситуации, Ошана, спаси меня, пожалуйста, в этот момент, значит, нужно помнить, что есть еще твоя часть, а не в ИУ. То есть, есть я еще, да. И когда есть очень такая, такой закон в Торе есть интересный, значит, написано так, что если у твоего врага, у твоего врага упало его животное, под ослик упал, он нагруженный был тюками какими-то, и он упал. И он лежит, этот ослик страдает такой, прямо не может встать. Написано, помоги, несмотря на то, что это твой враг, но это же ослик, и надо помочь животному. Написано, помоги ему, забудь про свою обиду на этого врага, помоги ему, и там есть одна добавочка такая, вместе с ним. То есть, ты должен ему помочь вместе с ним, потому что если он стоит возле этого ослика и говорит, ну что, помогай, давай, разгружай ослика, ты не должен ему помочь. То есть, ты должен, если он помогает, то ты должен забыть про свою вражду и помочь вместе с ним. Теперь из этого закона очень учится такая вещь интересная, Что если человек, он сам не хочет себе помочь, то есть он сам не прилагает усилий, то и окружающие, они не будут принимать, и Всевышний тоже, кстати, Всевышний именно в первую очередь, не будет предпринимать больше усилий, чем ты сам делаешь. Поэтому говорят, что человек, у которого есть сложная ситуация, он прежде всего должен посмотреть на себя, как он в нее зашел, и что он может и должен сделать для того, чтобы из нее выйти, и одновременно с этим он должен молиться Всевышнему и говорить, Всевышний, дай силу мне, дай мне понимание, дай мне знания, дай мне какие-то озарения. И когда ты и делаешь, и молишься, и просишь Всевышнего, и понимаешь, что Всевышний с тобой разговаривает через окружающий мир, через людей, то оп, тебе приходит ответ на твой вопрос, прям приходит конкретный ответ на твой вопрос. Вот у меня был вчера вечером очень сильный вопрос относительно меня, моей какой-то бизнес-ситуации. И я утром проснулся, тоже не мог найти ответ. Потом прихожу в синагогу, разговариваю с одним своим приятелем, и он мне прямо дает, бах, ответ на мой вопрос, прям вот так вот, ну вот прямо дает ответ на вопрос, да, прям приходит. Но я понимаю, что это через него Всевышний мне дал ответ на мой вопрос, потому что я сильно хотел найти, то есть я вечером хотел, утром хотел, продолжал думать на эту тему, и бах, и мне приходит ответ. Хорошо, значит, в Ошана мы ходим и кричим Ошана, и спаси нас, и дальше добавляем Аниву, что я и он, это как раз, я и Бог, это как раз тот, кто меня и спасет. Вот, я и Всевышний, я должен изменить свои действия, а Всевышний мне даст успех, удачу и благословение на правильных путях. Дальше, это день Ошана называется, Ошана Раба, и вечером наступает праздник Шмини Ацерет, восьмой день остановки. Значит, в Израиле это последний день праздника, то есть уже в этот день не сидят, не пьют в суте, не живут в суте, это уже не сукот, Шмини Ацерет это уже другой праздник. Но за границей праздники удваиваются, и каждый день, вот в Израиле Шмини Ацерет, все, закончился сукот, праздники закончились, начинается работа, а за границей еще есть один день, который добавили мудрецы. Почему мудрецы добавили еще один день за границей? Почему удваивают все праздники за границей Израиля? В Израиле есть очень сильное божественное присутствие, которое прямо ощущается. То есть ты, вот я, например, я приезжаю в Израиль, совершенно другая молитва. То есть, когда молишься, прям ощущаешь, ну вот, другая реальность, скажем так. Теперь приезжаешь за границу, другая реальность, то есть тебе нужно для того, чтобы получить тот же результат, тебе нужно предпринять в два раза больше усилий, в духовном плане, именно в духовном плане. Поэтому за границей мудрецы постановили удваивать каждый праздник для того, чтобы во второй день получить еще большее, большее такое влияние. Теперь второй день называется праздник Симхат Тура. Симхат Тура – это радость Торы, день радости Торы. И во второй день как раз заканчивают годовой цикл чтения Торы. То есть все пять книг Пятикнижия Моисея, то, что называется в христианской Библии Ветхий Завет, значит, пять книг вот эти вот Пятикнижия. В Торе это называется Тора, письменная Тора, Хумаш, Пятикнижия. Значит, в Хумаш заканчивают за год читать, каждую неделю читают одну недельную главу, и за год заканчивают цикл. Вот как раз будет на Симхат Тора заканчивают читать глава Зот Абраха и начинают читать глава Берешит. Это большой праздник, в синагоге всех вызывают к Торе, прямо всех вызывают к чтению Торы, детей. Там это огромный-огромный праздник, танцуют с Торой. То есть целый день, целый день в синагоге танцуют во всех синагогах мира, танцуют со свитками Торы, радуются, что вот есть у нас Тора, что мы можем учить Тору, и через Тору узнавать, что Всевышний от нас хочет, и выполнять его заповеди, соединяться со Всевышним через изучение Торы и выполнение заповедей. Все, это у нас ближайшая программа, ближайшая программа у нас на ближайшую вот неделю. Мы заканчиваем праздники, и, значит, переходим к обычному нашему режиму, будем изучать уже со следующей, даже не так, давайте узнаем. Завтра у нас урок с Божьей помощью утром будет, значит, завтра Ушанраба, это не праздничный день. Потом два дня урока не будет, два дня урока не будет, но я вам сброшу в группу, мы вам сбросим в группу. Вот сейчас есть ссылочка на группу Ваикра, и вот эта книжечка Хитас, которая есть на русском языке, Хумаш, то есть на эту неделю она очень толстая, потому что мы заканчиваем последнюю главу Зота Браха, это благословение, которым Ашарабену благословил все колена Израиля перед уходом из этого мира, и начинается глава Берешит. В начале Бог сотворил небо и землю, то есть это начало всего, и вот как раз на этой неделе мы полнедели изучаем последнюю главу, полнедели изучаем главу новую. И начинается, значит, следующий урок будет в четверг. В понедельник будет, вторник, среда не будет, в четверг будет с Божьей помощью, в пятницу будет с Божьей помощью, я уже возвращаюсь в Израиль, и со следующей недели уже будем идти спокойненько, каждый день уроки Торы. И чтобы Всевышний дал нам благословение в этот год, чтобы было огромное благословение, духовный рост, развитие, чтобы мы, каждый, кто слушает уроки Торы на портале, на платформе Ваикра, чтобы набрался вот этого духовного света, связи со Всевышним, выстроил свою жизнь конкретно, правильно, системно, чтобы был успех в здоровье, в бизнесе, в семье, значит, в отношениях с людьми. И в реализации своего духовного и человеческого потенциала. Все, всем удачи, успехов, прекрасного дня, прекрасной недели, прекрасного года. Все, пока.